Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня видео «Вопрос-ответ», который я то про него забывала, что вопрос-ответ вам сделала, то я про него вспоминала, что срочно нужно снимать, и не было возможности. Но, наконец-таки, все условия сошлись. Я села, сейчас открываю свой Инстаграм. 74 вопроса, ну, 74 комментария, из них сколько вопросов будет, я не знаю. И вы вот назадавали мне здесь вопросы. Давайте я постараюсь на все ответить, на какие-то кратко, на какие-то более развернуто. Знаю, что многие есть, кто очень любит вопрос-ответ, именно такой формат. И тогда поехали! Сразу извиняюсь за шум, новостройка, делают ремонты. И плюс я как бы снимаю-снимаю, одно видео сняла, не было шума, а вот вопрос-ответы прям начали шуметь. Ну, ничего, давайте абстрагируемся от них, концентрируемся на моем ответе и на ваших вопросах. Итак, первый вопрос. Будут ли еще распродажи вещей в ближайшее время? Да, и я уже сняла видео с распродажей. Это будет уже крайняя распродажа, именно теплой верхней одежды, все, что осталось, я там показала. Дальше уже будет все легче, легче и легче. И уже, возможно, на втором канале, я не знаю, когда выйдет это видео, возможно, уже на втором канале есть распродажа. Так что заглядывайте, все ссылки под видео на мой второй канал тоже. Видео-рум-тур по квартире полностью. Когда-нибудь сделаю, когда сделаю организацию в доме и когда распродам все вещи, потому что мне хочется уже разложить это все по моим шкафам. То, что у меня есть, у меня много места в шкафах, но сейчас там нет места, потому что очень много вещей, которые нужно распродать. Селена, спасибо, что стараешься для нас, мы это ценим. Спасибо, мой хороший, за обратную связь. Привет, можно задать вопрос про вашего отца? Ни разу про него не слышала. Вы с ним не общаетесь или, я извиняюсь, его уже нет? Его уже нет и его не стало, по-моему, мне было 13 лет. Мы с мамой его похоронили вместе. Почему говорю так, мы с мамой похоронили вместе? Потому что были очень тяжелые времена, безденежные времена, да, и вот так получилось, что этим занимались только мы, причем у нас тоже не было возможности. Мы, я помню, ходили по всяким разным инстанциям, чтобы нам дали бантик, бантик, чтобы нам дали эту возможность его нормально похоронить. И мы это сделали. С мамой очень много было эмоций, переживаний по этому поводу, но мы добились своего. Вы сейчас на ПП? Нет, я сейчас не на ПП. Добрый вечер, Селена. После росписи с мужем взяла его фамилию и оставила свою. Это будет секретик. Как долго вы будете жить раздельно с мужем? Разве не устала уезжать с Дэнни к нему? Очень рады будем за вас. Все непредсказуемо, точных сроков никаких нет. Все может решиться в один момент, а может не решиться в один момент. Поэтому я сама немножечко в таком подвешенном состоянии, поэтому я учусь и вам советую концентрироваться на здесь и сейчас. Что вы сейчас имеете и что вы готовы и можете делать для того, чтобы что-то поменять, если вдруг не устраивает вашей ситуации или для того, чтобы достигать свои цели, которые вы себе поставили. Поэтому я не живу в будущем, когда что-то там случится и страдать здесь. Я наоборот концентрируюсь на здесь и сейчас для того, чтобы было все хорошо в будущем. Вот и все. Мой секрет. Можете сейчас рассчитывать на финансовую поддержку мужа или на данный момент можете рассчитывать только на себя. Я всегда, даже когда у меня финансовая поддержка мужа, я всегда рассчитываю только на себя. И в этом смысле я считаю себя очень хорошим партнером, на которого можно в случае чего положиться. Очень надежным таким партнером. И я вообще не люблю ситуацию, чтобы полностью на кого-то полагаться. Я просто не смогу быть в настоящем, где полностью на кого-то полагаюсь. Это значит, что от кого-то будет зависеть моя жизнь, мое настроение, мое самочувствие. Поэтому я обычно всегда беру все в свои руки. Я такой человек, я по-другому не могу, потому что мне некомфортно в других условиях. В какой школе ты училась на коуча? Институт психологии Сарги. Я под видео оставлю ссылочку на свой институт. Например, вам предстоит выбрать «Шикарная жизнь, но одна с сыном». Или «Беднота, но всей семьей с мужем». И «Беднота навсегда». Заработать и улучшить финансы, как будто возможностей нет. Ну вот прям вот так и хотите поставить меня перед таким жестким каким-то выбором, да? А почему-то нет возможности, вот как будто нет. Я вот даже не хочу верить в то, что нет возможности. Жизнь без возможностей — это не жизнь вообще. Возможности это хоть какие-то должны быть. Я думаю, что мой муж сам не захочет, чтобы мы жили все вот так вот вместе в бедноте. Он лучше скажет «Идите-ка вы вдвоём в шикарную жизнь с сыном, если уж от меня зависит эта беднота». Вы вот как будто… Я не выберу ни один вариант, потому что у меня будет свой третий. И знаете, это как раз-таки в коучинге, когда приходят ко мне девочки, очень часто получается так, что у них как будто в голове, в голове как раз-таки рождается какая-то ситуация, которая, казалось бы, безвыходная. Но смысл в том, чтобы вот в этой безвыходной ситуации либо вот одна с мужем всё хорошо, либо вот одна без мужа, да, и всё хорошо, либо вот с мужем и всё, патовость какая-то. Вот такое. Но ведь есть ещё куча других вариантов. Почему мы мыслим так вот, либо так, либо так? Я такой человек, что я найду третий вариант. И вам советую не ограничиваться двумя вариантами. Не хочу я выбирать ни то, ни другое. Есть возможности, есть варианты, поэтому я буду их искать. Для меня важно и то, и другое. Когда следующий конкурс, чтобы не пропустить? Следующий конкурс будет ВКонтакте на одной из моих пабликов. Если вы подписаны на меня ВКонтакте, я думаю, вы не пропустите, но и тут же в сообществах я тоже сделаю анонс, что там-то, там-то идёт конкурс. Я подготавливаю сейчас подарки, чтобы сделать вам конкурс. Куда делась с Кристинкой? Опять поругались? Нет, мы не ругались. Просто сейчас такие сложные времена, каждый занят своим делом, мы периодически созваниваемся. Она должна ко мне в гости приехать завтра или послезавтра. Ну, она долго собирается, она собирается, собирается, потом что-то случается, она не приезжает. Я уже привыкла к этому, да, и я понимаю, у неё тоже могут быть дела, у неё может меняться настроение, поэтому ехать до меня ей не ближний свет, поэтому всё вот так в пространстве, да. Мои двери всегда открыты, я её всегда жду с распростёртыми объятиями. Кристина, если смотришь это видео, я тебя жду с распростёртыми объятиями, знай. И терпеливо жду, когда все твои условия сойдутся, чтобы ты приехала ко мне в гости. Ну, а так мы по телефону поддерживаем с ней. Связь. Почему с Дэнни опять вместе спите? Вы вроде раньше укладывали его, а потом шли к себе спать, насколько я помню. Да, было время, но я передумала, решила, хочу с ним спать вместе. Успеется ещё нам раздельно спать. Я люблю с ним спать, мне нравится с ним спать. Что ещё? Классно, мы спим вместе. Он ещё маленький у меня, и я могу позволить себе с ним вместе спать. И он не против того, чтобы я вместе с ним спала. Вот. Как я почувствую, что нужно уже отрывать его потихонечку, плавненько, я буду это делать. Всё интуитивно. Вы сказали, что если получать денег меньше будет, то и видео реже. Значит, YouTube не по любви, а для заработка только. Почему другие блогеры тогда не сократили активность, а поддерживают людей в такое время? Вам не кажется, это немного дурно пахнет. Ой, ты боже мой, Виктория. Дурно пахнет. Какие слова выбирает. Красивые. Так, во-первых, у блогеров, чтобы вы понимали, не всегда заработок зависит только от монетизации. Вот. В основном вообще, как я уже и говорила, может быть, невнимательно меня слушали, может быть, пропустили это, основной заработок у блогеров обычно это с прямых рекламодателей. Это самый основной заработок. С монетизацией, как таковой, которую нам отключили сейчас, небольшое количество блогеров получают основную часть. Да? То есть, например, блогеры, такие миллионники, там, да, большие блогеры, у них идут прямые рекламы, там, где им сразу могут заплатить миллион за рекламу, да, и вот они ее показали вам, и у них есть миллион. У меня таких реклам нет. У меня прямых рекламодателей, ну, всегда очень по-разному. Может месяц быть ни одного прямого рекламодателя, но я точно знаю, что есть стабильная монетизация, она тоже стабильна относительно. Сегодня плюс, там, завтра минус, то повысилась, то упала, там тоже все непредсказуемо, это сложно как бы контролировать. Тем не менее, есть какая-то сумма, от которой, да, то есть мой канал и монетизация моя для меня важна, потому что это был мой основной доход. И если сейчас рассчитывать только на прямых рекламодателей, ну, это, короче, да, месяц могу быть без денег, могу два месяца быть без денег, да, потому что это такой непостоянный доход, а большие блогеры, например, они, ну, чуть побольше, кто имеет прямых рекламодателей, может, какие-то постоянные рекламы, да, им есть резон все так же и так же продолжать пилить ролики, ну, постоянно, часто, да. Вот. Что касается меня, я сказала, что так же, то есть мне нравится делать видео, мне нравится делать видео, мне нравится то, чем я занимаюсь, но от того, что это еще и заработок, ты уже понимаешь, что есть у тебя некоторые обязанности, допустим, чтобы получать свой стабильный доход, тебе нужно видео выпускать, там, через день, к примеру, да, или через два, и тогда ты получишь такую-то сумму. Будешь меньше выпускать, меньше получишь. Но когда я, допустим, рассчитываю на определенную сумму, я ролики делаю через день, а у меня два канала, И на каждом через день, то бишь ролики я делаю каждый день, это на самом деле очень энергозатратно. И когда я начала обучаться новой профессии, я понимаю, что меня совсем не хватает, мне нужно как-то камуфлировать, или как там сказать, какое слово подобрать, я не знаю. Короче, мне нужно беречь свою энергию, и мне стало немножко тяжело. И когда всё это произошло, отключили монетизацию, конечно же, я сделаю выбор делать ролики чуть-чуть реже. И ничего здесь ничем не пахнет. Напишите, девочки, кому-нибудь пахнет здесь чем-нибудь дурным? Или вполне себе логичные вещи? Или может быть в том, что я рассказала, чувствуется какая-то нелюбовь к своему зрителю? Должна всё-таки, наверное, выжимать из себя все соки? Пофиг, что не платят, пофиг, что ты занимаешься новой профессией, причём профессия помогающая, прошу вас заметить. Это очень важно для меня. И нет, всё равно должна работать так, как раньше. Пофиг все эти условия твои. Разрывайся. Так, Селена, какие у тебя ещё машины были, кроме Opel Corsa, Infiniti и Range Rover? Никакие. Это все были мои машины. Первая моя машина Corsa, которую мне подарили. Вторая машина, Infiniti, которую мне тоже подарили. И третья моя машина, тоже Range Rover, которую тоже мне подарили. Что думаете насчёт информации о том, что TikTok, YouTube, Instagram будут недоступны для российского пользователя? Насколько я знаю, блогерам на YouTube отключили монетизацию. Это правда. Да, это правда. Инстаграм вот уже недоступен. То доступен, то недоступен, непонятно. Вроде что-то новое сейчас уже по новостям, российское что-то будет. Не знаю, короче. Мы живём сегодняшним днём. Для меня сейчас контакт номер один. И я в любом случае продолжу там развиваться, потому что мне эта площадка нравится. Селена, играли ли вы в видеоигры? И если да, как считаете, мешают они жить, развиваться или нет? Во всём нужна мера. Я играла в компьютерные игры. Я играла в... Господи, я даже на Твиче снимала прямые эфиры и вас отсюда, со своего главного канала, звала туда. Я снимала в прямом эфире летсплеи. Мне нравилось. Я играла в GTA. Это очень интересно. Я играла в DayZ. Это на выживание игра. В какие-то гоночки, всякие компьютерные игры, вот логические, там помню, не помню, как называлось. Но там какой-то был шарик, который вот проходил какие-то уровни. И там, блин, так мозг работал. Там нужно было одну комнату, значит, пройти другую комнату и куда-то к цели идти. Я вот до сих пор помню эти впечатления, когда ты проходишь эти логические задания. Они такие сложные. И ты вот когда это делаешь, думаешь, вау, вау, мозг там закручивается в трубочку. Есть игры, которые очень полезны. Есть игры, которые дарят море впечатлений. Ты вроде сидишь дома, но ты погружаешься в игру, так же общаешься с людьми, так же как-то развиваешься. Там проходит день, как неделя, день за два, как там говорится. Там реально всё очень насыщенное. И возможно, то, что ты здесь будешь проживать, допустим, неделю, там ты это можешь прожить за один день. И получить столько впечатлений, сколько вообще, в принципе, в своей жизни ты можешь не получить. Потому что я помню, когда у нас было DayZ, мы куда-то вот на море отправлялись, мы там что-то ныряли. На выживание, когда играли, да, то есть с друзьями тоже там проявлялись люди как-то, да. Когда там сейчас вот на тебя там летит зомби, и тебе нужно срочно спасаться. И вот кто-то бежит тебе на помощь, а кто-то не бежит. Какие-то резкие, ну, в общем, это та же психология. Лично мне было это всё очень интересно. Другой вопрос, для чего ты это делаешь, как тебе хочется жить, какие вообще твои цели дальнейшие. Здесь как бы, я даже, знаете, не оценивала бы всё это со стороны. Вот как, знаете, вот такой шаблон, типа компьютерные игры зло, да. И типа ты какой-то там со стороны сидишь, всё время играешь, значит, ты какой-то, короче, там чмо. Ну, грубо говоря, потому что я сама встречалась часто, когда и там и детей ругают за это или ещё что-то. Здесь важно просто направить. Новое поколение — это у нас всё в компьютере, да. Вы вообще знали, что есть такие, как вот, я не знаю, напишите, кто знал, что есть такая, как не профессия, да, есть такая деятельность, как киберспортсмены. И знаете ли вы, какие деньги они зарабатывают вообще в интернете? Сколько денег там в киберспорте, да, какие они места занимают, куда-то ездят, да просто даже хотя бы играют, создают свою команду, там какие-то конкурсы, сколько там денег зарабатывают люди. У меня просто муж связан с киберспортом отчасти, да, и создание тоже там площадки, вот эти конкурсы, всё такое. Я просто краем уха, для меня это тёмный лес всё, чтобы вы понимали, да, я сильно не вдаюсь в подробности, то, о чём не знаю, но краем уха, когда я слышу, какие там деньги, да, о чём там вообще говорится, я понимаю, что это целый, неведанный нам мир. И очень много молодёжи там. И вот когда я говорю, что там кто-то играет в компьютерные игры, сидит целыми днями, конечно, если ты мальчик, если там у тебя мама, которая в тебя вкладывалась, ну, нужно прибивать здравый смысл, заботу о своих родителях там, да, и, конечно, хорошо бы зарабатывать. Если ты зарабатываешь компьютерными играми своими, то очень круто, классно, развивайся, продолжай помогать своим родителям, и тогда они, возможно, и не будут говорить, что ты задрот какой-то компьютерный, да. То есть, если, конечно, человек чахнет там, хотя, может быть, ему это нравится, да, вот я вот не хочу осуждать людей, не люблю ставить какое-то клеймо, стараюсь всё время себя от этого убирать. То есть, если человек играет, и с виду кажется, что он сидит, не вылазит из компьютера, давайте немножко с ним для начала поговорим, да, а что он там, а почему он там, а почему не так, а вот так, то есть пытаться понять человека, вот. Поэтому мешают ли они жить? Это, наверное, каждому своё. Кому-то они мешают жить, и этот человек, я думаю, явно не вам так себе признается, что ему мешает жить. И это может быть какая-то такая зависимость, и жизнь у тебя не складывается, и жить тебе не на что, и в конце концов есть тебе не на что, и скоро ты умрёшь за этими клавишами, потому что ты уже весь похудел и просто весь уже умираешь, да. Другое дело, когда человек зарабатывает этим деньги, чувствует себя прекрасно, как-то развивается там, внутри, в сети, и это вполне себе можно делать. Ну вот у меня вот такой взгляд на это всё. Может быть, кто-то со мной не согласится, но у меня так. Не могу сказать, что это плохо или хорошо. Всё очень индивидуально. Я не считаю компьютерные игры как таковое зло и что-то плохое, что они могут мешать жить. Это вот индивидуально, да? Надеюсь, вот так развернуто объяснила. Селена, как считаете, можно ли зарабатывать 80 плюс тысяч, не сдав ЕГЭ и не поступив в ВУЗ? Конечно, конечно. А, ну-ка, тут ответ ещё есть. Кто-то ответил. Нет, не девушки, Сергей. Сергей. Вот видите, вот так вот у меня Инстаграм сейчас грузит, не грузит ответ. А, он же. Если да, можете привести что-то в пример или предложить варианты. Сергей спрашивает. Вот не сдав ЕГЭ и не вступив в ВУЗ, да что угодно. Вы так спрашиваете, как будто так сложно найти что-то, что угодно. 80 плюс могут и продавцы получать, как эти, риэлторы могут получать, смотря как ты работаешь. Потом эти, знаете, которые в магазинах стоят, они не продают, они консультируют по своей продукции, да, ну, отчасти продают. Как-то они называются бренд-менеджеры или что-то типа того, тоже в магазинах стоят. Очень хорошо зарабатывают. У меня мама очень хорошо зарабатывала. Вот. И туда берут ребят и обучают их, и всё. Господи, да везде, везде. Мне кажется, да, а при чём здесь ЕГЭ вообще и ВУЗ? Я бы, наверное, даже спросила, а скажите мне, ну, ну, и то же самое, ты можешь и ЕГЭ сдать? И, короче, просто отметите из всего только те профессии, где обязательно нужно ЕГЭ и обязательно нужен ВУЗ. Вот прям обязательно. Вот где это обязательно, ну, тогда вот это уберите. И я вам скажу, немного таких мест. Всё остальное на ваши корочки никто не посмотрит. Будут смотреть на ваш внешний вид, на ваши умения, как вы общаетесь, что вы умеете, на ваши навыки, уверенность в себе и так далее. Селена, привет, смотрю, уже тебя года три, спасибо за твой труд, очень жаль, что всё так сложилось и видео теперь будет реже. Но я рада, ну, по факту они как-то особо реже не стали, заметили? Но я рада, что у тебя есть одно занятие, которое по-новому тебя зажгло. Вопрос. Когда планируешь в отпуск и куда хотелось бы? Вообще не планирую отпуск. Куда хотелось бы? Ну, вот мой отпуск ближайший только в Беларусь. Куда хотелось бы? Куда хотелось бы? Не знаю, в Турцию хотелось бы. Ну, как минимум в Турцию, просто на онклюзив какой-то, чтобы был свой бассейн внизу и большая, просторная рум-тур, рум, рум большая была, да, и всё, и море рядом, первая линия, и всё. И на две недельки можно. Классно. Зачем так часто в Беларусь катаешься? Давно не смотрела тебя и не пойму, может, ты где-то рассказывала про это. Я упустила возможность. Ездила по делам в прошлый раз. Почему так часто? Я пару раз была в Беларуси. Почему часто? Вот. И оба раза ездила по делам. Сколько будешь водить людей за нос? Расскажи уже про мужа своего. Сколько нужно, столько можно. Есть ли в планах сделать ещё тату? Пока нет. Спасибо за видео про клининг. Спасибо. Планируешь ли ты завести собачку? Нет. Как бы назвала дочь? Пока секрет. Вероника нравится имя. Но мы ещё одно имя новое придумали. Типа Даниэла тоже. Которое какое-то несуществующее имя придумали. Хотя Даниэл есть, но он просто такое редкое имя. Именно вот Даниэл, как мы пишем. Да? Д-э-ни-э-л. Без мягкого знака две буквы L. Дани-э-л. Дани-э-ль. То есть вот такие были. Да? Даниэл прям вот не слышали ещё. Так. Когда ты поставишь плентуса, не знаю, где родился твой муж и кто он по национальности секретик. И хочешь ли ты поставить коробку на косяк на входе в кухню? Ну, чтобы не было видно косяков этих на углах. Там сколы, по-моему, и потертости. Хочу поставить коробку. Сколько тебе ещё платить за ипотеку осталось? Десять лет? Спасибо. Всего доброго тебе. И вам спасибо. Скажи, пожалуйста, ты с отцом своим общаешься? Про отца уже ответила. Что больше всего вам не нравится в своей квартире? В своей квартире что, не нравится? Ну, наверное, ещё не доделанный такой до конца ремонт. И балкон мне не нравится. Потому что там очень намусорено. Ну, короче, там склад пока, а не балкон. А я очень хочу, чтобы там было красиво. Вот. В целом мне всё нравится в моей квартире. Устраивает ли вас посудомойка на 45 см? Или лучше шире взять? Лучше шире взять. Задумываемся о покупке и ищем отзывы. Семья из четырёх человек. Конечно. Конечно, лучше взять шире. Селена, как дела у вашей сестры? Как волосы? Всё хорошо. Давно она волосы не скидывала. Но периодически смотрю фотографии в ленте. Всё хорошо. Катерина продолжила поддерживать блонд самостоятельно. Да. И интересно, в связи с тем, что сестра вашей мамы не любит, когда вы называете её тётя Марина, какое обращение к ней использует её внук, ваш племянник? Марина. Марина. Я заметила, что есть люди, которые из-за ситуации в мире хотят покинуть Россию. У тебя такие мысли есть? У меня, наоборот, есть мысли не покидать Россию. Допускаешь мысль, что перестанешь вести свой блог в ближайшем будущем? Нет. Не вижу я, что я перестаю его вести. Почему ты так часто говоришь слово «вот»? Это мой слово-паразит. Моё слово-паразит. Страх переезда в другой город. Как побороть, что тебе помогло при переезде в Москву? Так, у меня вообще не было страха. Я вообще очень люблю перемены, очень люблю новую жизнь, очень люблю сложности, какие-то такие интересные, какие-то возможности, предвкушения, что же меня ждёт. Понятно, что будут какие-то сложности, да, но что-то, что тебя ждёт, что тебя зовёт туда, оно же тебе и придаёт сил. Поэтому сконцентрируйтесь просто на том, зачем вы переезжаете в Москву, да, что вас туда манит, какие-то цели, какие-то перспективы, какие-то изменения, что-что-что, возможности, да. Вот сконцентрируйтесь на этом, и это будет вам помогать просто всё это дело преодолеть. Как перестать сравнивать новых парней с бывшим? Как перестать сравнивать новых парней с бывшим? Ну, а как вы их сравниваете? Вы об этом говорите или это в голове внутри? Если вопрос, просто я сразу такая думаю, как перестать, ну а что, ну можно сравнивать, а что нет? Всегда сравниваем, мы всегда что-то где-то сравниваем, да. То есть, а если это мешает как-то, да, если это просто в голове там на уровне, то можно и сравнивать, почему бы нет. А если это вы говорите, да, и вот вам не нравится, вы своему, может быть, настоящему говорите о том, что о бывшему это вот это дело, то просто перестаньте говорить, да. Вы можете сравнивать в голове, делать свои выводы, мы как бы относительно каких-то наших прошлых ошибок, да, сравниваем, естественно, делаем какие-то выводы, идём дальше, чтобы жизнь была более классной и успешной. Вот, в принципе, вопрос в чём мешает вам, чему мешает, что вы сравниваете парней с бывшим, да. Если вы начинаете ругаться со своим парнем из-за этого, то просто перестаньте говорить об этом вслух, сравнивать вслух перестаньте. Вот, если это как-то лично вам мешает, ну то это можно как-то проработать. Вот, как перестать переживать постоянно за детей до трясучки? Постоянно боюсь, что заболеют, из-за этого много ограничений и жизнь в определённых рамках. Боюсь ездить за границу, потому что вдруг заболеют, и это, конечно же, случается, если едем. Не могу из-за этого жить так, как хотелось бы. Ещё один страх — найти няню. На 2-3 часа пару раз в неделю. Так, у меня такое ощущение, что у меня была клиентка такая с подобными вещами. Вот. Как бы эти моменты можно попробовать проработать на 2-3, на пару в неделю, чтобы хотя бы просто, например, посвятить время себе или пойти на танцы, английский, детей двое, маленькому 6 месяцев, но доверить вообще никому не могу, чужому. Ну, короче, здесь можно проработать вообще моменты, страхи, с чем они связаны, да, чего хотите, чего можете делать сейчас, чего не можете делать, что очень важно, насколько это важно. Это всё нужно проработать. У меня была подобная клиентка, вот, и у неё очень много было тоже всяких страхов, и суть была в том, что просто она никуда не выходила, ни с кем не общалась, она сконцентрировалась вообще дома практически безвылазно, да, никак вообще себя не развлекала, не развивала, вот, сконцентрировалась на детях, и дело в том, что просто вот на этом всём сосредоточилась, и вот этот вот страх, страх, страх. А когда мы начали разбирать ситуацию, то оказалось, что ей просто нужно где-то договориться с мужем или с кем-то, посидеть с детьми, то есть такая возможность есть, да, или нанять няню опять же, и уделять время себе. Ну, то есть всё на поверхности, когда мы разобрали ситуацию, из-за чего, как, что, оказалось всё довольно-таки просто. Нужно просто предпринять некоторые шаги, чтобы себя разгрузить и переключить свой фокус внимания. В вашей ситуации просто я не знаю, что конкретно, там нужно, оп, нырнуть нам и навести порядочек, как говорится. Что, всё? Я на все вопросы ответила? Что, быстро? Хорошо, что я сделала скрины. Есть ещё некоторые вопросы, которые просто не отразились сейчас в Инстаграме. Чем зарабатывает ваш муж? Пострадал ли его заработок так же, как ваш? Мой муж зарабатывает предпринимательством. Человек-голова. Пострадал ли его заработок так же, как ваш? Какой-то пострадал, какой-то нет. Чувствуешь ли ты растерянность в ситуации и мире в связи с обстоятельствами мужа? Чего? Чувствуешь ли растерянность в ситуации и мире в связи с обстоятельствами мужа? Надеюсь, ответишь нормально, а не одним словом, да, наверное, тут. А как тут мне ответить нормально? Я даже не знаю, что для вас было бы нормально, но я не чувствую никакой растерянности, в ситуации в мире, в ситуации в связи с обстоятельствами с мужем. Всё, я нормально себя чувствую. Как дальше планируешь жить, если 80% дохода забрали, а у вас ипотека? Честно, я пока сама не знаю, как я буду жить. Но пока, вот реально, я даже не вдаюсь в подробности и не считаю деньги. Они просто приходят потихонечку, кто-то из рекламодателей приходит, большое им спасибо, что они поддерживают блогеров в этот момент. Откуда-то раз нарисовываются, распродажа вещей у меня на втором канале. То есть потихонечку-потихонечку отовсюду идут денежки. У меня не только ипотека, девочки. У меня сейчас я ещё взяла два обучения, которые, я надеюсь, мне помогут зарабатывать моей новой профессией. Это я расширяю свои знания, углубляю их, один инструмент. Плюс я ещё взяла наставничество. Всё это стоит денег, и денег немаленьких, на мой взгляд. И раньше я не могла себе позволить и взять, понимаете? Но в этой ситуации я таки взяла. И за всё это нужно отдавать, потому что, ну, там можно не сразу всю сумму платить, да, а частями. И, в общем-то, я пошла. И какое-то у меня ощущение внутреннее, что всё получится, всё вывезется. Я решила так. Я делаю условия, а потом нахожу деньги. Как? Волшебным каким-нибудь способом. Вот честно, не повторяйте за мной. Я не знаю, куда эта дорожка меня приведёт. Но вот я так чувствую. Вообще не знаю как. Я думаю, вот просто внутри у меня всё будет хорошо. И всё. Я доверяю этому чувству. А там посмотрим. Хотела бы запустить какой-то свой марафон, если да, о чём бы он был. Не знаю, какой марафон и о чём бы он был. Поэтому пока что желания запустить нет у меня марафона. Интересно, Настёна задаёт ещё один вопрос. Тут же говорит, что вопросы странные, но они с подружкой любят друг другу задавать такие вопросы. Вопрос у меня к вам. С какой целью вы подобные вопросы друг другу задаёте? Стоит выбор бросить всех и улететь на 10 лет в другую страну и вернуться живой. Или остаться дома и умереть через год. Вопросы такие. Знала бы я, к чему они ведут. Может быть, мне было бы проще. А так я... Стоит бросить всех и улететь на 10 лет в другую страну. Или вернуться живой. Или остаться дома и умереть через год. Ну, наверное, бы я выбрала бросить всех и уехать на 10 лет. Но у меня хотя бы была бы возможность тогда как-то обеспечить жизнь, например, моему ребёнку, как минимум. Как это я через год умру и ребёнка... А ребёнок? А как? А как это? А я не могу. Вот у меня ребёнок самое первое, что приходит на ум, что он маленький ещё и останется без меня. Лучше я буду где-то там добывать возможности, там деньги зарабатывать, как-то развиваться, поддерживать хотя бы издалека. Через 10 лет я вернусь и мы будем вместе, да? Наверное, так. Но вопросы, конечно, сумасшедшие у вас. Я бы не задавала такие вопросы. Я, наверное, многих огорчу своим вопросом. Но мне очень интересно, откуда возникла идея обучаться на коуче. Слежу за всеми видео, где ты рассказываешь про новую профессию. Откуда идея? Рассказываю. Я уже где-то рассказывала, просто повторюсь, откуда эта идея. Во-первых, когда я искала профессию себе, мне мама, ну и я сама всегда советовала пойти учиться на психолога. И говорила мне, что у меня это получится. Потому что есть у меня какие-то, не знаю, такие способности, есть какая-то вот такая интуиция. Что-то вот у меня есть, советы всегда давала с детства. У меня с детства мама спрашивала советы. И всегда, когда я ей что-то советовала, что-то говорила, всегда всё получалось наилучшим образом. И всегда ко мне обращались как-то за советами. Не знаю, может, видели во мне какого-то здравого подростка, здравого ребёнка. Конечно, меня тяготило к этому. Но чтобы пойти на психолога, я помню, у меня не было возможности, потому что вот эти вот 90-е, 90-е, 2000-е, как-то всё с деньгами у нас было вообще не очень. Поэтому я пошла куда-то бесплатно, куда-нибудь. Я помню, что я ещё так не хотела на этого секретаря-референта особо идти учиться. Но меня как-то уговаривали, да вот оно рядом с домом, будешь ходить, будет профессия, будешь в офисе сидеть, такая вся красивая, печатать. Я раньше работала на рынке, чтобы вы понимали, с 11 лет я на рынке. И тут мне говорят, будешь в офисе сидеть, кофе подавать, что-то там бумажечки переносить. А глядишь, и там и жениха найдёшь, босс твой будет какой-то. Я такая думаю, а что нет, да, пойду. Тем более рядом, бесплатно всё это. Я вообще особо ещё не могла определиться, прям вот 100%, куда мне надо. Тянуло меня к психологии, но психология, вот что-то там какие-то заведения, по-моему, там то ли нам не по карману, то ли вариантов нет, ещё далеко ездить куда-то. Короче, как-то не сложилось. Вот, всегда хотела идти на психолога. Психолог, почему на психолога хотела идти? Я хотела помогать людям. С детства я хотела помогать людям быть счастливее, как-то понимать себя, разбирать, помогать им, понимаете, советом, консультацией, я не знаю, делом каким-то. Мне хотелось помогать, и это самое главное. Чтобы вы понимали, большинство моих сокурсников, когда я была в институте, они все пришли, практически все, только единицы пошли помогать другим, практически все пришли, чтобы помочь себе. Мне кажется, это говорит немножко что-то обо мне, о каких-то моих ценностях, важности какой-то, для чего и что. Когда я ушла от психологии, да, со второго курса я ушла, потому что очень много было всяких специальностей и чего-то, что вот мне, ну, короче, мне вот не нравилось, либо я была не готова, у меня как-то изменилась жизнь, она такая закрутилась, у меня была очень веселая, тусовочная жизнь в Москве, у меня было столько друзей, столько возможностей, путешествия, короче, куча всего было, да, и я могла там и танцевать, и петь, и как-то проявляться творчески, да, и я на тот момент в своем возрасте была не готова вообще пойти дальше в психологию, вот, и более того, это было все связано с моим бывшим мужем, у него были проблемы, все было на клиническом уровне, я поэтому пошла на клинического психолога, дабы ему тоже помочь, но поняла все это тщетно, прочитала много интересной литературы и вот оставила эту затею, вот оставила эту затею, знаете, как с мужем, я оставила мужа и оставила эту затею, вот. Кстати, мы с ним развелись как раз-таки перед поступлением в институт, я к нему возвращалась еще три раза, чтобы помочь все время разными способами, то психология, то мой буддийский взгляд тоже открыл мне там тогда все двери, короче, было очень много всего, я возвращалась к нему три раза за эти два года, которые училась в институте, и когда я поняла, что все тщетно, короче, вообще не хочу с этим связываться, не хочу иметь дело с больными людьми, да, то есть это тоже нужен свой человек, который готов с этим работать, я оставила и институт, клиническую психологию, и мужа, все, и у меня началась новая жизнь. И как раз-таки, когда я все это оставила, все равно меня тяготило к психологии, мне очень нравится разбираться с людьми, потому что буддийский взгляд — это тоже отчасти психология, просто он идёт дальше, буддизм, он идёт ещё дальше, буддийский взгляд, да, но психология там вот прям присутствует сплошь и рядом, да, о человеке, о том, как быть счастливым, да, что нужно делать, как менять свой взгляд, от чего страдания все происходят. Когда ты начинаешь вот это копаться, разбираться, вот эти все умственные заключения, ты приходишь к определённым основам, да, и в целом понимаешь, что тебе нужно делать для того, чтобы ты был счастливым. И ещё очень большая опора идёт на то, что когда ты стал счастливым, кроме как помочь другим, у тебя никакого другого желания вообще просто не возникает. Вот такие. Батарейка садится, стараюсь быстро говорить, сейчас выключится. В начале, буквально там это 2010 год, где-то в 2010 году я встречаю девочку, которая у меня спрашивает, почему ты бросила психологию. Я говорю, мне не нравятся инструменты, которые там, ну вот мне ничего не подошло, мне ничего не интересно. Я закончила эриксоновский гипноз, ну как-то думаю, блин, гипноз, люди как-то скептически относятся, такая типа, гипноз, там, да-да-да. Ну я сама, наверное, скептически относилась к этому, поэтому как-то вот не продолжила, хотя я его освоивала прекрасно вообще. Вот, получила сертификат и так далее, но не пошла дальше. Она мне говорит, а ты слышала про такой инструмент, как коуч? Я говорю, а что это такое? Она говорит, это такой метод, ты вообще ничего не советуешь, ничего там не влазишь, и как бы такой метод задавания вопросов. Ты только задаёшь вопросы людям, и вот благодаря этим вопросам ты помогаешь людям вообще что-то увидеть, осознать, понять, прийти к своим целям, короче, там такие трансформации происходят. Я такая подумала, вау, классно, 2010 год. Потом до 2022 года, то есть до сегодняшних дней, я о коучинге слышала, что это ещё много чего другое. То есть коучинг везде, где надо и не надо. И что такое коучинг, у меня стало вообще размытое понятие. И я поняла, что это, наверное, не только задавание вопросов, это ещё вот это, вот это, вот это, вот это, короче. И, в общем, всё это как-то размылось и ушло. И тут складываются условия так, что у меня есть возможность пойти учиться. И в институте, в котором я учусь, было несколько направлений, которые я могла выбрать. Это психология личности, это детская психология и коучинг. Первый поток. То есть до этого у них коучинга не было. Я вообще не думаю, я сразу говорю коучинг. Я пойду на коучинг. Я хочу понять, что это такое. Я хочу освоить этот инструмент. И вот я здесь изучаю всё это. И это те самые вопросы, которые в 2010 году я хотела освоить. Коучинг — это действительно техника задавания вопросов. Ты задаёшь вопросы, которые помогают действительно продвигаться, осознавать какие-то вещи. И действительно делают невероятные вещи с людей, трансформируют их. И это очень круто. И, конечно, когда ты осваиваешь инструмент, там ещё работают и психологи с тобой. И села батарейка, пока перекусила, возвращаюсь. Короче, я к тому, что благодаря не только тому, что дали нам технику, знания, технику, практику, это тоже очень важно, нам дали ещё возможность всего этого проработка. Потому что мы работали и с коучами, и с психологами. И если бы не это, не знаю, возможно, я не начала бы даже практику в коучинге. Потому что когда ты что-то новое осваиваешь, и вот люди, и вот это всё страшно, неуверенно. Но благодаря тому, что с тобой проработают специалисты, то есть, опять же, я работала с теми самыми коучами, да, которым сейчас стала я, и я могу теперь уже помогать другим этой же методикой, понимаете, которые мне помогли вообще завести всё это дело и применить все свои знания и опыт на деле, да, и уже зарабатывать деньги, то есть уже какие-никакие я деньги зарабатываю. Понятно, что сейчас мои сессии стоят очень и очень бюджетно. Но я над этим работаю сейчас, чтобы сделать это всё комфортно, правильно, нужно. И для этого есть ещё другие специалисты. Я сейчас пользуюсь услугами всех людей, которые помогут мне всё это нормализовать. Вот, чтобы это работало всё как часы, всё нужно было, вот как правильно это должно всё делаться, так и делать. Но главное, что я сделала этот первый шаг, я почувствовала этот инструмент, я почувствовала свою ответственность, да, и я поняла, что я очень комфортно себя чувствую в этом, очень комфортно, прям как будто это продолжение меня. Вот, и это всё благодаря этой такой общей проработке. Если бы мне просто дали знание, технику, да, опыт и просто выпустили меня, возможно, из-за своей нерешительности тоже бывают нерешительные моменты в моей жизни, особенно когда я что-то не знаю или в чём-то не уверена, возможно, я так бы и не начала практику, да. Но оказалось, что нужно совсем немножко для того, чтобы перейти этот рубеж. И я таки это сделала, оказалось, всё не так сложно, всё даже проще, чем кажется. Вот, и теперь вот я здесь, и теперь я могу себя с уверенностью назвать экспертом. Дальше я могу только углублять и расширять свои знания, и у меня появилось уже желание учиться на психолога, тоже выбрать направленность какую-то. Но пока что я развиваюсь вот в коучинге, и мне очень это интересно. Вот оттуда и пришла идея. И ещё из далёких-далёких 2010-х, а точнее ещё тогда, когда я хотела помогать людям. И сейчас, когда ты приходишь спустя столько лет, столько событий всего, ты приходишь к тому, о чём мечтала когда-то давно, ещё маленькой, помимо того, что я мечтала петь и танцевать, да, быть звездой, помимо этого я ещё мечтала помогать, что-то делать так, чтобы вот помогать. И многие говорят, что я посредством своего блогинга помогаю многим людям. Мне до сих пор приходят сообщения такие, что вот Селена, благодаря твоим видео, там я лучше себя чувствую, у меня есть какая-то мотивация к жизни, да, мне хочется также реализовывать, кто-то из моих подписчиков вообще уехали в другие страны, поменяли свою жизнь, просто смотря на то, как я живу, как я рассуждаю и мыслю. Это тоже очень круто, это тоже вот я понимаю, что блогинг — это тоже не просто так. Это не просто так, я снимаю свои видео. У меня есть ценность всего этого внутри, да, за этим ещё что-то стоит, за этим видео. Не заработать там денег особо, это классно, что это ещё и денег приносит, да, но за этим стоит что-то больше. Я очень рада, очень рада, что чьи-то жизни меняются, и как-то в положительную сторону меняется что-то в вашей жизни. Когда приходит ко мне обратная связь, такая, я понимаю, что всё не зря. Я для этого в том числе я делаю, это ценно, это важно для меня. А сейчас я ещё освоила инструмент, когда непосредственно, понимаете, я влияю, и я вижу, как человек меняется. Вот, единственное, что сейчас я вот беру разовые сессии, также есть у меня пакеты, да, но чтобы был конкретный результат, к которому хочет человек прийти, да, нужна регулярность. Конечно, если какой-то один запрос, что-то одно, человек может прийти, решить это всё в одной сессии, да, я его отпускаю и так далее. Но если есть какая-то финансовая цель, допустим, да, или там сменить работу или ещё что-то, мы постоянно будем на пути сталкиваться с какими-то препятствиями, да, мы можем, можем сталкиваться, это нормально, вот. И тогда нужна помощь, нужна как бы поддержка человека, который может подсветить тебе какие-то вещи, да, разложить тебе твои какие-то страхи, сомнения по шагам, и тогда проще двигаться, проще двигаться. И вот мне бы хотелось работать на результат, а не просто, когда человек ко мне приходит, да, мы проработали с ним, один вариант, вот он ушёл там дальше, и я не знаю, как и что, да. Мне бы хотелось следить за результатом, мне бы хотелось, чтобы пришёл человек в точке А, захотел точку Б, да, мы всё это распланировали, и я его привела к точке Б. Для этого, конечно, нужна не одна встреча, понимаете, да. И вот я работаю над этим, как это всё дело упаковать для вас, чтобы было это и комфортно, и удобно мне, чтобы было это эффективно, результативно, и в первую очередь полезно для вас, вот, что важно. Так что, всё. Вот, что я хотела сказать. Всё, мои хорошие, ответила на ваши вопросы, надеюсь, мои ответы вам понравились. Сегодня постаралась как-то всё быстренько, скомпонованно, были какие-то новые интересные вопросы. В общем, люблю я рубрику «Вопрос-ответ». Если вы тоже, обязательно пишите в комментариях. Люблю вопрос-ответ, Селена, давай чаще! И я как раз какие-то события, вот, и сниму рубрику «Вопрос-ответ». Всё, люблю, целую, заглядывайте в инфобокс, там куча полезных ссылок. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok